МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Совершенно секретно». С вами Дмитрий Губин и программа «Наше время». Дорогие товарищи, в ближайший час в этой студии мы будем говорить о конце света. Потому что конец света в одной отдельно взятой стране наступает, конечно, не из-за того, что там мая сочинили какой-то не такой календарь. Он уступает однозначно в том случае, если цена на нефть падает с нынешних 100 долларов примерно уже до 70. А уж если цена на нефть упадет до 9,8 доллара, как это было в 98-м году, все. Это будет катастрофа в размерах одной отдельно взятой страны. И мы с вами это прекрасно знаем. А цена на нефть может упасть в любой момент, как только будет изобретен альтернативный дешевый источник энергии. Таким образом, любой человек, который изобретает сегодня новые источники энергии, является врагом нынешней России. Той России, где не стыдно воровать, где не стыдно строить наворованные особняки, и где принято презирать всех тех, у кого денег нет. Поэтому я с радостью представляю вам врага нынешней России. Ученого, профессора, доктора технических наук, бывшего члена комиссии по модернизации при президенте России, бывшим заместителем директора Российского научно-исследовательского и проектного и конструкторского института атомного энергетического настроения Игоря Николаевича Стрецова. Игорь Николаевич, здрасте. Здрасте. Мне сказали, что вы считаете, что будущее энергетики лежит в области ториевых атомных электростанций и электростанциях атомных, построенных на так называемом Уране-38. Поскольку, я так понимаю, большинство наших зрителей не бежало на уроки химии, как на любимые, объясните, пожалуйста, что это штука такая, тори? Какой уран сейчас используется? Ну, я бы хотел сначала начать с того, чтобы представить масштаб бедствия, что называется. А мы его хорошо после Чернобыля представляем, а после Фукусима. Нет, я о другом. Я просто говорю о том, что все сегодня проблемы человечества связаны действительно с нехваткой энергии. И чтобы это понять, нужно, я, значит, должен сказать, для того, чтобы человек нормально жил, для того, чтобы смертность снизилась, для того, чтобы детская смертность снизилась, продолжительность жизни стала нормальной. В общем, цивилизационный уровень – 2 киловатта электрической энергии на человек. Сегодня в мире производится примерно 2 тераватта энергии. Значит, в пересчёте на миллионные блоки – это примерно 2000 блоков. А для того, чтобы 2 киловатта было на нас, нужно иметь примерно 14 тераватт. То есть 14 тысяч блоков. Игорь Николаевич, вы меня запутали. Скажите, во сколько раз нам нужно больше энергии, чем сейчас? В 7 раз. Сегодня в 7 раз. Поэтому если сегодня для того, чтобы изъять все социальные проблемы в мире и дать людям нужное количество энергии, в том числе, чтобы они смогли производить нужное количество пищи, мы должны энергопроизводство в мире увеличить в 7 раз. А к середине века, когда по прогнозам ООН будет 10 миллиардов человек, надо, соответственно, в 20 раз увеличить. Дорогой Игорь Николаевич, уважаемые профессии. В 10 раз. Когда я учился в школе, я помню, как нам говорили ещё в первом классе, гидроэлектростанции используют бесплатную энергию воды. Потом мы узнали, что эти же гидроэлектростанции приводят к уничтожению сёл, городов и так далее, к заливу Пашень, к изменению экологического баланса и так далее. А в пятом классе мне говорили, атомная энергетика – это будущее всего человечества. Может, они знали, что Чернобыль рванёт? Мы это, безусловно, знали и в те времена, и говорили об этом очень многие. Но, к сожалению, развитие атомной энергетики пошло по пути. Ведь что это такое? Это продолжение создания бомбы. А в каком смысле? А в том смысле, что сначала была создана бомба, и на базе этих же технологий была создана атомная энергетика. Атомная энергетика, так же, как и бомба, работает сегодня на уране-235 и на плутонии. Так. Это, по существу, просто приложение к бомбовой программе. Те гиганты, которые сделали нам бомбу – Курчатов, Сахаров и так далее, Харитон – они, значит, заодно сделали ещё один подарок человечеству. Причём самое замечательное заключается в том, что этот подарок не только хорош с точки зрения опасности, он оказывается ещё очень маленький. То есть, его доля в общем энергетическом балансе запасов, энергоресурсов, составляет всего лишь 0,4%. И она близка к исчерпанию. Нет, нет. Одну секундочку, одну секундочку. Давайте говорить о конкретных странах. Одно я помянул, от Российской Федерации. А какой объём электроэнергии производят все наши атомные электростанции? Наши электростанции в электрогенерирующей части примерно столько, сколько мир в среднем – 15-16%. Так. 15-16%. Это одна шестая часть. Не забывайте. А доля электроэнергии составляет примерно 10-12%. Одно на другое перемножьте. В общем балансе – это всего лишь около 2,5%. То есть, это копейки. А Франция там какой процент? Нет, то, что локально есть зависимость некоторых стран. Армения вообще имеет одну станцию, больше ничего. Атомную. Если её закрыть, там будет каменный век. Так, Франция в жуткой действительно ситуации находится. Но дело в том, что… В жуткой смысле зависимости от атомной энергетики? Да, конечно. У Франции примерно 80% генерации в электроэнергии – это атомная энергетика. Так, в Японии, например? В Японии то же самое, очень высокий процент. То есть, развитые страны, которые не имеют энергоносителей, пошли по этому пути. Но дело заключается в том, что вот недавно появилось исследование одного швейцарца, который сказал, что после 1935 года, ой, после 1913 года, начнётся дефицит урана-235 и в отношении в основном стран-экспортеров. Значит, и поскольку, значит, свидетельством это является то, что цены на уран-235 сейчас очень быстро растут. Он кончается просто. Поэтому, когда я слышу разговоры… Что вы говорите? То есть, не только нефть, ещё и уран кончается. Естественно. Когда мы слышим, урана гораздо меньше, чем нефть. Но его и нужно меньше? А? Его и нужно меньше? Да, конечно. Его и нужно меньше. Но кончается и то, и то. А уран кончается ещё быстрее. Поэтому, когда я слышу разговоры зелёных и сторонников современной атомной энергетики, одни орут, она хорошая, она безопасная, другие орут, она плохая и так далее. Это разговор без предмета. Вот я в одной передаче участвовал, когда ко мне ведущий подошёл и спросил, а есть страны, которые отказались от атомной энергетики? Я говорю, есть. Он говорит, какие, например? Я говорю, Соединённые Штаты Америки. Как вот так? Я говорю, ну они же после 1978 года не построили ни одной станции. Они просто дорабатывают то, что есть. Поскольку они понимают, что строить новые бесполезно, они останутся без топлива. Он мне говорит, о чём же мы тогда говорим? Я говорю, говорим о том, сколько за строительство одно-двух станций в течение 10-20 лет платить, так сказать, зарплаты в Росатоме. Больше ни о чём. Это беспредметный разговор. Говорить, плохая или хорошая атомная энергетика. Её нет, потому что нет базы. Простите, а на сколько лет нам ещё хватит запасов урана? На пару лет. Да ну ладно, на пару лет. Это сказал швейцарец. Не откройте Микаэль Дитмар в интернете и прочтите его исследование. Это и есть. Я говорил об этом давно, а он просто показал с цифрами на руках. И вы хотите сказать, что глава Росатома ничего не знает. И вы хотите сказать... Почему он всё знает, я писал ему это неоднократно. Именно за это он меня и уволил. Как я только Путин написал об этом письмо, и Путин написал резолюцию, что это надо рассмотреть по линии Министерства обороны и по линии Росатома. Министерство обороны рассмотрело полностью, меня поддержало. В июне, в июле месяце я Путин, Жириновский вернее, написал такое письмо. С вашей подачи. С моей подачи. Значит, Путин написал резолюцию, и в августе меня уже уволили. Причём за неделю до этого переназначили, назначив заместителем генерального директа, ну название там поменяли. А через неделю после этого меня уволили первый раз. Я дважды восстанавливался по суду, мне сказали, будем увольнять, пока... Игорь Николаевич, я понимаю вашу ситуацию, но если проблема столь серьёзная, по идее об этом должны говорить не только вы. Об этом должны кричать все физики, ядерщики, например, все, кто имеет дело с атомной энергетикой. Просто все. Для многих то, что вы сказали, является настоящей сенсацией. Ну вы понимаете, они предлагают выход. Они это знают. Ведь они же это тоже не скрывают. Они говорят, выход – замкнутый топливный цикл. То есть есть технология быстрых реакторов, в котором уран-238, а его в энергетических запасах по отношению ко всем остальным ресурсам, которые есть на Земле, около 90%. А всё остальное – нефть, газ, уголь, уран-235, то есть примерно 90% – это уран-238. И если научиться его сжигать, то всё будет окей. Значит, как предлагают с точки зрения получения нужного количества энергии, я подчёркиваю, не с точки зрения безопасности. И сейчас я это, то есть, поясню. Значит, Росатом предлагает строить реакторы на быстрых нейтронах. А что это такое, реактор на быстрых нейтронах? В нём уран-238 переводят в плутоний-239, который горит так же хорошо, как и уран-235 в современных реакторах. И что вы для этого должны делать? Вот вы нарабатываете уран-плутоний-239 в реакторе, извлекаете тепловыделяющие элементы, в которых он наработался, после этого извлекаете оттуда плутоний, балластируете его снова ураном-238 и загружаете туда. И вот в этом цикле у вас крутится на 1 миллион киловатт 20 тонн плутония, а бомбу можно сделать из 6 килограмм. И я всегда задаю представителям Росатома очень простой вопрос. Будем такую станцию строить в Иране, например, и в Северной Корее? А Путин сказал в ООН, что атомная энергетика должна быть доступна всем. Поскольку альтернативы нет, все должны иметь возможность у себя строить станции. То есть все будут обладать огромным количеством плутония. Причем радиохимический завод будет располагаться непосредственно на станции. Так, веселая перспектива. Веселая перспектива, совершенно согласен. Поэтому, когда я тому же Росатома, вот я Осмолову тоже на передаче у Гордона, задал вопрос, Володь, так будем мы такую станцию строить в Иране? Нет, ни в коем случае. Это чисто российская программа. А причем, что тогда проблема нераспространения, которую вы решаете? И они закрывают рот. Им надо задавать правильные вопросы. Поэтому, на самом деле, в повестке дня стоит действительно создание технологии, которая будет сжигать уран-238. Так. Но другая технология, чем предлагаемая сегодня, правильно? Но не через быстрые реакторы. А еще по поводу быстрых. Это не самое большое их зло, которое я сказал. Есть еще гораздо более неприятная вещь. Оказывается, что время удвоения по получению топлива, вот этого плутония, не менее 50 лет. То есть, если вы сегодня построили один, вот ввели, например, реактор БН-800, который там строит, 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 и никак не достроит. Ну, предположим, его построили и ввели. То два вы сможете построить только после 60-го года. Почему? Потому что время удвоения, наработки топлива являются очень медленным. То есть, на второй реактор вы наработаете... Просто не хватит топлива, и для этого нужно... То есть, тот излишек топлива, который там получается для второго реактора, нужное количество вы получите только через 50 лет. А четыре реактора вы уже построите только в следующем веке. То есть, это означает, будь там даже все хорошо, нельзя делать бомбы из плутония. Просто по времени удвоения вы не успеете в этом веке внедриться. И, следовательно, это не нужно, потому что проблемы надо решать сейчас. Обычно говорят, о, мы уже этого плутония наработали очень много, очень много. Ответ. Коэффициент удвоения топлива на современных реакторах не быстрых, на водо-водяных. Не 1,4, как на быстрых реакторах, а всего лишь 0,2. То есть, наработано всего лишь 20% от того урана, который сожгли. То есть, практически там 0,4% баланс, ну, будет 0,5. То есть, для строительства трех реакторов это так. А если вам вместо 300 блоков, которые есть сегодня, нужно построить 10 тысяч, которые МАГАТЭ обещала, чтобы решить энергетическую проблему, то здесь в ответе 0. И, кроме того, еще один момент, который надо очень четко представлять себе. Когда говорят, о, бомбу там сделать нельзя, там энергетический плутоний, там действительно содержатся изотопы, которые портят качество плутония получаемого. Это так. Но есть официальное заключение Соединенных Штатов, Министерства обороны Соединенных Штатов, что при современных технологиях можно сделать бомбу из энергетического плутония любого состава. То есть, это отметается. Поэтому позиция Росатома нулевая. Игорь Николаевич, поскольку вопрос технический, я сейчас попробую очень сжато пересказать, что с деталями. Да, конечно. А вы меня поправьте. Да, если что-то не так. Чтобы мы все не попали в просаг ненароком. Итак, самая плохая новость состоит в том, что у нас кончается не только запасы углеводородов, у нас заканчивается запасы урана. Таким образом эксплуатировать. 235. 235. Таким образом развивать атомную энергетику по той схеме технологической, по которой она до сегодняшнего дня развивалась, скоро будет физически невозможно. Абсолютно точно. Однако из этого положения есть выход, который нам указывает, ну, скажем так, официальные атомно-энергетические От которой весь мир отказался. Тут же надо говорить. Позиция состоит в том, что мы используем не 235-й уран, а 238-й. Переходим на замкнутый цикл. Но у этой технологии есть два уязвимых места. Первая вещь связана с тем, что в процессе такой технологической цепочки вырабатывается количество плутония, достаточное для трех производства атомных бомб, правильно, да? Я не запутался в цифрах. Ну, с одного реактора. Вы говорите, что нужно 6 тонн, а там 20 используется. Почему? Там 20 тонн, а бомбы у 6 килограмм. А 6 килограмм? Ох! Ох! Да, я ошибся на целый порядок. Да. Так, ничего себе ошибочка. А вторая крайне неприятная... И на порядок, а на три. Да. Ну, это вы уже математически меня поправляете. А вторая неприятная особенность этой технологии состоит в том, что время, необходимое для выработки нужного количества плутония, составляет 50 лет для удвоения. Совершенно точно. Таким образом, если мы хотим устроить геометрическую прогрессию в строительстве атомных электрократов... Вы это устроили гораздо быстрее, чем Росатом. Так. Замечательно. Пока что все понятно. Теперь какой выход? Да. Выход всегда должен быть. Ну, вы согласитесь, я должен быть Фомой неверующим. Конечно, правильно. И он столь прекрасен, что у него нет негативных последствий, то почему же все такие идиоты не потирают радостно руки и не идут вслед за вами? Значит, я сначала расскажу, что это за технология, а потом скажу естественным образом, почему же её всё-таки не внедряют. Значит, дело заключается... Значит, технология в чём заключается? Вот есть супербомба сахара, вы знаете. Да. Значит, как она работает? Сахаровская слойка, так называемая. Нет, ну, слойка – это не бомба. Я имею в виду супербомбу, вот эту уже мощную. Термоядерную. Да, в слойке практически не было термоядерного вклада, и по этому пути создание бомб не пошло, а пошло по схеме Теллера, которую он предложил. А что это за схема? Вот сейчас скажу. Значит, первая – это обычная атомная бомба, триггер, который поджигает. Примерно 80% энергии сосредоточено в излучении, это излучение обжимает такое вещество, которое называется дейтерит лития. Это лития шестого, причём это соединение изотопа шестого лития с дейтерием. А дейтерия – это вот просто изотоп водорода. Водород – это один протон, ядро, а дейтерия – там протон и нейтрон. И за счёт, я не буду подробностей рассказывать, там идёт, из лития шестого выделяется тритий, и затем идёт термоядерная реакция между тритием и дейтерием. Ну, условно говоря, при помощи обычной урановой бомбы мы поджигаем водород. Ну, если совсем. Но самое главное, да, самое, не водород, а делаем водородную бомбу. А самое главное заключается в том, что всю эту ещё бандуру окружают ураном-238. Так. А термоядерная реакция генерирует нейтроны большой энергии, конкретно 14 мегаэлектрон-вольт. И эти нейтроны прекрасно делят уран-238. И на каждый акт синтеза, который даёт 20 мегаэлектрон-вольт, при делении урана-238 вы получаете в 10 раз больше. 200 мегаэлектрон-вольт. То есть вот это вот то, что окружает ураном-238, это мощнейший усилитель вот этих вот бомб. Так. Ну и, естественно, отсюда следует, как развивать атомную энергетику. Надо научиться получать нейтроны большой энергии и делить уран-238. Управляемая термоядерная реакция. Вы про это говорите. Да. А термоядерная реакция работать не будет никогда. Почему-то. Разве же лучшие умы всего человечества не собирались построить первый термоядерный реактор с управляемым термоядерным синтезом? Какому? В 70-е ещё, по-моему, обещали построить. Курчатов говорил, что вторая половина 20-го века будет веком термоядерной энергии. Ну, ошибаюсь. Управляемая термоядерная энергия. Да, управляемая. Но, значит... И вы утверждаете, что никогда это не будет создано? Никогда не будет. Почему? Значит, 200 миллионов градусов шнур. Стенка твёрдая, через которую идут потоки нейтронов с энергией 14 мегаэлектрон-вольт, которые дальше либо выделяют энергию в чём-то, либо нарабатывают тот же самый третий, в общем, каким-то образом утилизуются. Такую стенку не создать. Значит, экспериментальный термоядерный реактор во Франции стоит 15 миллиардов долларов. Более того, значит, один человек, я не помню сейчас его фамилию, написал прокурору Российской Федерации заявление, в котором сказал, что в термоядерной реакции ни разу не фиксировался выход гелия. А там очень просто всё. Значит, для того, чтобы проверить, есть реакция или нет, вы отстреляли несколько раз, там вот эти вот взрывы произвели, значит, в этой термоядерной установке, а потом просто померяете, сколько там гелия. Обычный химический анализ просто как паровоз. Почему так важно измерить количество гелия? А потому что он показывает, насколько интенсивно шла реакция, потому что результатом слияния дейтерия и трития термоядерной реакции получается как раз гелий. Так. Поэтому измерьте и сразу скажите, вот, никто не мерил. Не мерил или гелия отсутствовала? Разные вещи. Мерили наверняка, но об этом никто не говорит. То есть, такого анализа, о таком анализе никогда не говорят. Предпочитают говорить о нейтронах. А нейтроны могут иметь самую различную природу. Термоядерную. Есть целый ряд других механизмов. Всегда говорят, вот нейтроны. Вспомните фильм «Девять дней одного года». У вас нейтроны, у вас нейтроны. Говорят только о нейтронах. А о гелии, которая является прямым свидетелем и непосредственным того, что термоядерная реакция пошла, на губах и замок. Игорь Николаевич, это вы к чему подводите? Я говорю о том, что термоядерной реакции не будет и, так сказать, надеяться на это не приходится. И без альтернативности… То есть, вы хотите сказать, 15 миллиардов и французский реактор… Да там все остановят раньше гораздо. Вбух и но в пустую, потому что невозможно достигнуть никакого противника результата. Совершенно точно. Так. Один умный человек сказал, что термоядерная реакция возможна только при гравитационном удержании, то есть на солнышке. Там все это держится не в магнитных полях, а за счет гравитационных сил. Там идет реакция. Вы знаете, сколько уже убили надежд за время нашего разговора? Человечества. За то, какую я надежду сейчас дал. Давайте быстрее. Так вот я сказал, что если есть у вас нейтроны высокой энергии, то можно делить уран-238. А уран-238, как я сказал, по энергетическим запасам, 90% всего остального. Все остальное – уголь, нефть, вот-вот, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Урана вообще 35-го чуть-чуть. А все остальное – это уран-238. Вот на этом столе есть нарисовать, то вот такой сектор будет. Все остальные энергетические запасы, а все остальное – уран-238. Поэтому надо научиться выделить его. А для этого нужны нейтроны высокой энергии, больше 10 мегаэлектрон-вольт. Ну, вообще говоря, больше полутора-двух. Так, потому что порог деления уран-238 примерно полтора мегаэлектрон-вольт. Вот как их получить? С помощью термояда нельзя, поскольку термояда нет. И мы, собственно, сейчас об этом говорили. Поэтому остается единственная надежда – ускорители. И когда я вот эту программу сформулировал, естественно, как по-писанному, появляется мой друг, с которым мы учились на одном курсе на физтехе, зовут его Алексей Сергеевич Богомолов, или как мы его называем, Лешик Богомолов, который говорит, у меня такой ускоритель есть, потому что обычный ускоритель жутко здоровый. Значит, вот на 1 гигаэлектрон-вольт примерно километр. А если мне нужно, например, 10 гигаэлектрон-вольт для электростанции, то это будет 10 километров. Естественно, ни в какие ворота не лезет. Так. А Лешик сделал ускоритель, который на 3-4 гигаэлектрон-вольта помещается аж в «Руслан». В самолет в имя. В наш самолет. Слушайте, но ведь ускоритель… Промышленный ускоритель… Что значит у меня имеется ускоритель? Это ж не рогатку на кухне смастерить? Конечно. Он получил патент на него, он прошел апробацию, он сделал экспериментальные секции этого дела. Все он сделал, продемонстрировал, его поддерживали очень мощно. Значит, его Савин Анатолий Иванович, академик такой, все время тащил, Гур Иванович Марчук, там масса людей. И, так сказать, мы с ним стали вместе это дело пробивать. Я, откровенно говоря, сначала думал, что все дело в том, что вот люди сидят на определенных технологиях, а смена… Пока есть, значит, вот нефть, газ, то можно спекулировать на том, что вот мы строим один-два блока, и за это получаем зарплаты, это самые лучшие технологии. А общую картину себе, в общем-то, никто не представляет из руководства. Хотя я вот на комиссии об этом говорил. И все документы туда подал и так далее. Ну, они обычно же не читают, а читают их эксперты, а эксперты в РосАГО. Игорь Николаевич, не уходите от темы. И так есть необходимый вам ускоритель. Есть уран-238, которого так же много, как место на атомстале. Да. Вот. Блокируют, не дают работать. Что значит блокируют, не дают работать? Ну, как? Значит, первое… Чтобы убедить, вы должны создать, как это называется, экспериментальный реактор, экспериментальную установку. Ну, конечно. Но мы должны сначала провести серию экспериментов на существующих ускорительных, на больших. Ну, например, в Протвеново, который сегодня пустой стоит. У-70, 70 гигаэлектрон-вольт. И я пробил, мы такой эксперимент, значит, уже два таких эксперимента провели. В 1998 году, это Балдин мне помог, удобнее сделать его академик, да, Балдин, директор лаборатории физики высоких энергий. Он меня поддержал, но он, к сожалению, быстро умер. Потом я пробил в Протвеново эксперимент с трудом. Делали мы, естественно, на модельном рабочем теле, поскольку на 30… на Уран-238, если бы мы заикнулись, нам не дали бы возможности работать. Даже на свинце мы получили положительные результаты. Значит, ну, а потом это дело задробили. Сколько мы не выходили, я даже на комиссии рассказывал, работать не дают. Кто не дают? Это вопрос сложный. Ну, как это сложный? В конце концов, если, так сказать, отвечать, что называется, по последнему пункту назначения, это американское руководство. Да, ну, конечно. Барак Обама не велит русскому ученому собрать установку. Именно так. А ему-то что с того? Объясняю. Потому что эта технология позволяет создать несколько методов, которые могут блокировать основной террористический сценарий нашего времени – это сценарий Сахарова, который он предложил в 1951 году, насколько мне не изменяет память. Сахаров в свое время сказал очень простую вещь. Когда НАТО появилось, все такое, он говорит, что с ними разговаривает, сделаем бомбу там на 200 мегатонн положим ее в южную часть Северного моря и скажем, что завтра НАТО не было. И вообще ни одного танка, ни одного самолета воевать больше не будем. Теперь будем просто мирные люди и строить свое благополучие. Больше ничего. Если они не согласны, бомбы взрывают, ну, так сказать, и всю Западную Европу топим. Никаких проблем. Это предложил Сахаров. Естественно, поскольку люди не пойдут на это, естественно, все бы немедленно договорились, чтобы такая перспектива появилась. Причем он это сказал Берии, Берия все это поддержала резко. За это, кстати, Берию быстренько шлепнули, из Сахарова сумасшедшим сделали, сумасшедшего сделали. И этот сценарий, но он висел. И он явился основной причиной, что во второй половине XX века не было войн. Никакие там ни самолеты, ни человечества, это копейки, это никому не нужно. Потому что я вот в институте, который, так сказать, эти вещи разрабатывали, беседовал с людьми, они говорили, что мы на Штатове, они моделировали этот процесс, мы можем выгнать волну высотой 1200 метров, которая доходит до середины Штатов. Это самый страшный сценарий. А наша технология позволяет контролировать, не возят ли такие материалы, потому что заложить такую бомбу, как вы понимаете, про шпарь, репа, плывет пароход, белый, беленький, черный дым над трубой, трудящиеся бегают по палубе, а внизу эту бомбу опустили, уплыли. А какой мощностью должна быть такая бомба? Ну, 100-200 мегатонн, любую. Тем более, что испытание, вот это вот цунами было в Индийском океане, это было испытание такого сорта бомб. Это которое цунами вы имеете? А вот в 2004 году. Так. Вот так. Интересные вещи рассказываете. Конечно. И каким образом ваша технология позволяет это блокировать? Очень просто. Каким образом белый проход? Я же, значит, ускоритель Богомолова помещается на самолете, на единственном в мире, как всегда, который есть только в России. И поэтому этот самолет уже американцам сдали. Потому что он им во как нужен. И ускорителем нужен. И технология нужна. После инциденции с Литвиненко, я сделал два интервью на Лондон, они тут же нас пригласили, американцы. Причем я в интервью задал два простых вопроса. Значит, если вы помните, Литвиненко отравили полонию 210. Да. Вот. Ну, понятное дело, что его не для того, чтобы отравить Литвиненко произвели, его достаточно дорого получать. А получить его можно двумя способами. Первый способ. Это наработан на реакторах из висмута. И это крайне легко установить. Химический анализ, есть там висмут или нет, все. Второе, как его получили супруги Кюри, за что Иран Пьер погиб просто, получила вторую Нобелевскую премию. Перелопать огромное количество урана, выделить полонии и привет. И я задал вопрос, если два субтильных интеллигента наработали себе на Нобелевскую премию, то 10 здоровых мужиков в горах Афганистана могут наработать? Тем более, если, так сказать, платить стали лучше, чем за опиум. Очевидно, могут. И тут установить, что это оттуда, проще парные репы. Анализ. Там должен быть не легкий висмут, а тяжелый радий, тяжелые элементы. В одну секунду устанавливаются. Не делают анализа. Значит, мне абсолютно ясно, что это контрабандный полоний. И не надо меня агитировать больше. Так же, как, надеюсь, и вас. Контрабандный откуда? Потому что вы рассказываете… Из Афганистана, например, скорее всего. То есть, там в горах сколько угодно урановых руд. Там наработали и привезли сюда. Зачем привезли? Второй вопрос. Аполлоний просто был, так сказать, запалом в первых атомных бомбах. Сейчас в Калифорнии. Но все дело в том, что полоний – короткоживущий продукт. Он живет 90 дней. Я сказал, если начали возить запал, нас делюсь еще вещество где-то рядом. Находимся на граде ядерного терроризма. Сразу же приглашают в Штаты. Я не полетел. Полетели мои друзья. Тот же, Лешик Богомолов и Валера Волков. В Сенате, в Конгрессе, там про уши рассказывают. Дают контракт. 70 миллионов баксов на разработку технологии инспекции, чтобы они вдоль могли берега летать, смотреть, везут. Возят это дерьмо или не возят. Мы начинаем орать через них. Я, значит, не работаю. Проводится тендер. Между кем да кем. Спартак Беляев, академик, работник Курчатовского института. И от меня, Валера Челап, у которого нет даже кандидатской степени. Кто выигрывает тендер? Валера Челап выигрывает тендер. Игорь Николаевич, я прошу меня извинить, но вы мне позволили быть Фомой Неверующим. Я, например, не посол России во Франции с фамилией Румянцев, бывший директор Курчатовского института. Я не могу с вами обсуждать проблему. Они точно так же не могут. Вы заявляете совершенно невероятные вещи, но с точки зрения обывателя невероятные. Что не значит, что они не верны. Они абсолютно верны. Но скажите, пожалуйста, какое это все имеет отношение? Я готов допустить. А к тому, что... Да, какое это имеет отношение к атомной энергетике? А я сказал. Создание атомной бомбы в горах Афганистана. Что создание энергетической технологии на базе ускорителя, которая, если оно будет распространено по всему миру, мгновенно всем странам в руки дает технологию инспекции за делящимися материалами. Что это означает? И, кроме того, уничтожение целого ряда средств, которые на борту имеют критические, так сказать, системы. Ну, например, ядерный реактор. Например, авианосец. И авианосец американского флота уже никогда не войдет в Персидский залив. Америка мгновенно превращается в региональную державу. Объясните, пожалуйста, я пока не вижу связи между энергетической технологией и возможностью контроля. Еще раз повторяю. Значит, если эта технология, наличие ускорителя и работа с 38-м ураном, а 38-й уран на 100% в области высоких энергий моделирует уран-235, на котором сегодня, например, работают реакторы авианосцев, мы сразу же всем странам, например, Китаю, странам Персидского залива, передаем эту технологию. Я говорю, что основное полицейское средство Соединенных Штатов, авианосный флот, превращается в ноль. Не понял, почему превращается в ноль. А потому что, если этот самолет летит над этим, и всего лишь импульс с длительностью 1 сотой секунды, и реактор взрывается. Эти расчеты я передал наверх. Взрывается из-за чего? Из-за импульса, который излучает... Да, который будет послан с самолета. Вот с этого ускорителя, который можно разместить на борту Урала. Ускоритель бросает один импульс. Руслана, прошу прощения. Да. С Руслана бросает вот этот импульс, и мгновенно реактор взрывается. И авианосца нет. Игорь Николаевич, простите... То есть, это комплекс огромных энергетических, политических и технологических проблем. Если вы предлагаете технологию такого класса, вы должны решать не один вопрос, а огромное количество вопросов в раз. Ну, это логично, собственно, академик Сахаров и стал академиком Сахаров. Это даже не логично, это естественно. Создание атомного оружия радикально поменяло ситуацию в мире. И создание вот этой технологии... То есть, основным инструментом 21 века будет не айфон, еще что там, я название не помню, никогда не знал. Значит, а это будут ускорители высоких энергий. Это естественно. Раньше это был просто научный прибор, но еще ни разу, так сказать, технологическое достижение такого класса, которое использовалось только в науке до того, не было, чтобы оно не стало технологической основой для целого ряда производств. И такой ускоритель действительно имеет огромное количество применений, в том числе и военных. И вот это вот тормозит всю проблему. Игорь Николаевич, у меня возникает два детских вопроса. Вопрос номер один. Что будет с вашей замечательной энергетической установкой, построенной на базе компактного ускорителя 238-го урана, если, Руслан, не дай бог, войдет в пике? Нам же говорили, атомная энергетика безопасна. Но случился Чернобыль. Японцы, которые прекрасно знали о Чернобыле, спроектировали атомные электростанции, которые выдерживают землетрясение силой 8 баллов. Но на Вкусиме произошло землетрясение силой 9 баллов. Может быть, я огрубляю, но идея примерно понятна. И мы увидели, к чему это привело. Что произойдет, если ваша энергетическая установка испытает внешнее давление? Объясняю. Значит, первое. Эта установка в принципе не может взорваться, потому что в уране 238 нет цепной реакции, как на уране 235. Как я вот рассказал, там есть только вынужденная реакция. Если у вас есть, вот в 35-м уране, там низкоэнергетические нейтроны в процессе реакции рождают такие же нейтроны, причем в больших количествах. В результате появляется вот эта цепная самоподдерживающаяся реакция. В 38-м уране этого нет. То есть там вы, он делится только в результате того, что вы эти нейтроны всегда даете со стороны. Это, грубо говоря, как лампочка. Если вы выключили лампочку, сразу тихо. То есть принципиально невозможен взрыв. Второе. Значит, вот остаточное энерговыделение от осколков. Вот то, что в КСИМе произошло. Там реактор-то уже заглушили. Успели. Но остаточное энерговыделение. Осколки выделяют энергию. Начала плавиться зона. Ну, я сейчас про КСИМу не буду рассказывать. Но, в принципе, они поплавили, значит, зону за счет остаточного энерговыделения. Вот в этих реакторах эта проблема тоже гораздо менее, меньшего масштаба. Вот в связи с чем. И это подтверждает то, что сегодня одним из основных направлений работы на Западе с радиоактивными отходами является как раз ускорительная техника. Американцы создали так называемую программу ATW, значит, Accelerated Transmutation Waste. То есть, трансмутация отходов с помощью ускорителей. Это первый шаг к нашей программе. И вкладывают туда 30 миллиардов долларов. До 30-го года, предположим. Дело связано с тем, что если вы воздействуете нейтронами высокой энергии, то вот эти вот с продуктами распада, деления тяжелых ядер происходит то, что они становятся нерадиоактивными. То есть, как это? Ну, значит, я поясню в двух, коли вопрос поступил. Значит, материя устроена так, что чем более тяжелые ядра мы берем, тем там больше превалирует количество нейтронов над протонами. То есть, вначале это строго равно, в средней части таблицы Менделеева чуть-чуть превышает, а там 92 порядковый номер, а всего 238. А все вот на 98, на 92, двумя протонами, все остальное нейтроны. Если вы поделите это ядро, то получаются нейтронные избыточные ядра. Они являются радиоактивными. И задача заключается в том, чтобы эти вот лишние нейтроны сбросить. Вот нейтроны высокой энергии, которые генерируются с помощью ускорителя, эту задачу прекрасно решают. Все лишние нейтроны они сбрашивают, и ядра оказываются нерадиоактивными, и поэтому остаточные тепловыделения, как минимум, это надо, конечно, исследовать детально, насколько, но как минимум оно гораздо менее эффективно, в гораздо меньших количествах, чем при делении урана 238. Правильно ли я вас понимаю, что эта технология, по крайней мере, в теории, должна являться в принципе более безопасной, чем существующая сегодня? Это несоизмеримо. То есть она абсолютно исключает аварию типа Чернобыльской, то есть разгон реактора, его взрыв. И, во-вторых, она резко снижает возможность аварии типа Фокусимской за счет остаточного тепловыделения. У меня к вам еще вопрос от нашей Камчатки, то есть не которой на Дальнем Востоке, а которая в школе на задней парте. Дорогой профессор, мы, люди, плохо учившиеся в школе, по избранной вами дисциплине, тем не менее испуганы то, что мы знаем массу вещей, которые мы не очень хорошо понимаем. Опугает ведь всегда то, что не очень хорошо понимаешь. Мы знаем и слышали о выбросах радиоактивной воды. Мы знаем и что-то там слышали о том, что плутония является крайне летучим веществом, и говорят, достаточно его пронести через комнату, и вот все вокруг будет в воздухе заражено. Мы боимся всех вещей, которые связаны с атомной энергетикой, потому что нас пугает радиация, нас пугают продукты атомной реакции, которые очень долго разлагаются. Мы боимся заражения воздуха, почвы и так далее, и так далее, и так далее. И когда нас убеждают, что все отходы в атомной электростанции, они там остекловываются, они укладываются, они безопасны, мы все равно в это мало верим. Что происходит с описанным, но и неприятным явлением в случае применения вашей технологии? А мы просто в первую очередь будем работать на отработавшем ядерном топливе, потому что оно примерно 95% состоит из урана 238. Мы даже не на 38-м уране будем работать, а на том дерьме, с которым сегодня не знают, что делать. И заодно будем трансмутировать те осколки, которые там есть. Эта технология позволяет сжигать в первую не только 38-ю уран, а вот то дерьмо, с которым сегодня ничего не знают делать. Американцы в Юка-Маунтин вложили там десятки миллиардов долларов, сейчас точно не помню цифру, но жуткие деньги, и в ответе получили ноль. Вот с этим долговременным захоронением. Кроме того, любой промышленный объект, максимальный срок, на который он строится, 60 лет. И вы представляете, если по этому пути пойти, предположим, уран-235, сколько угодно, как говорит Кириенко. И мы по этому направлению пошли. Вот мы создали хранилище, атомная энергетика расширяется, мы создаем все новое, а через 60 лет мы должны замещать, и вот эта лавина растет. Это полностью абсурдная постановка вопроса на перспективу. Это я даже не знаю, кем надо быть, чтобы предлагать такое. Тем более американцы полностью с этим обожглись. Программа Юка-Маунтин закрыта. Они приняли программу трансмутации с помощью ускорителей. То есть, по существу, то, что мы предлагаем, только не просто трансмутацию, а получение еще энергии. Для этого надо просто иметь богомоловский ускоритель. Потому что с их ускорителями можно решать только вот эту локальную задачу. А с богомоловским ускорителем можно уже решать и энергетическую, и трансмутацию. Поэтому все, что сегодня там 10, примерно 22-й беккерель под Питером находится, отходов, которые не знают, что с ними делать. Не дай бог там что произойдет. Это жуть. А мы все вот это вот возьмем, отработавшее топливо, оно будет у нас работать как топливо. Выдавать энергию, и заодно мы произведем его трансмутацию. Не хотят. Игорь Николаевич, который раз вы уже поминаете в прямой, либо намекаете, да-да-да, на вашингтонский обком. Но скажите, пожалуйста, если между странами, между цивилизациями идет противостояние, оно идет, и мы это наблюдаем, если это действительный факт, а это факт, то почему тогда, то есть интерес Соединенных Штатов я понимаю, не дать этому развиться в России, но почему в России это не развивается? Деньги там лежат. Что значит деньги там лежат? Не только частные, но и государственные. Представьте себе, если... Нет, одну секунду, если вы позволите. Я хочу понять, если ваша технология такова, как вы ее описываете, то обладание ею дает огромные преимущества по отношению ко всем странам, которые эта технология не имеет. Следовательно, страна под названием Российская Федерация должна быть заинтересована в том, чтобы иметь контрольный пакет. Вот это точно. Почему тогда нет? Это рассуждение. Почему вы уже бывший замгендер, бывший член комиссии? Это рассуждение разумного человека. А люди, которые имеют очень большие деньги, они далеко находятся от разумных. То есть наличие больших... Ну, уж ладно. Абсолютно. Они все идиоты. Поголовно. Игорь Николаевич. Потому что не можете служить Богу и мамонне, либо одно, либо другое. И если вы начали служить мамонне, вы делаете глупости и бред. А сегодня на стыке перехода к новым формам жизни это особенно сильно проявляется. То есть, я вам еще раз говорю, не пропускаю данные технологии, потому что для американцев это действительно очень сложный вопрос. То есть, если провести какие-то изменения, я понимаю их трудности, даже объявить трудно. Вот я много раз был в Штатах, вот в том же Хьюстоне. Что такое Хьюстон? Даунтауна, потом одноэтажная Америка. Там даже автобус не пустишь. То есть, их автомобили трудно пересадить. Потому что если автобус будет ходить, чтобы он заполнялся, до него надо ехать до машины. А если их впустить очень часто, они будут ездить пустыми. Плотность населения низкая. Там это действительно очень непросто. И решать этот вопрос комплексно у них очень трудно. Поэтому это очень болезненная вещь перехода на новые стандарты жизни. Они уже в эту яму попали. И они будут делать все возможное, чтобы это дело удержать. А мы им подыгрываем по одной простой причине. Вы сами вначале сказали, если цены на нефть упадут, а американцы потребляют 40%. Ведь основная задача штатов – цены держать высокими. Потому что для них она все равно низкая. Потому что они купили нефть, а все доходы от нефти им немедленно привезли. И мы, и шейхи. А Китай покупается полна. Для него это катастрофа. Самое важное политическое заявление последнего времени – это то, что Китай сказал, он вынужден сократить электропроизводство в стране из-за высоких цен энергоносителей. Никто на это не обратил внимания. А это самое серьезное политическое заявление последней недели. Игорь Николаевич, вы не ответили на вопрос. Если сегодня какая-то страна, ну, слушайте, такая же в точности гонка, как Манхэттенский проект против беревской шарашки, да, кто первый будет обладать атомным оружием, тот будет диктовать свои условия миру. Здесь то же самое. Кто первый получит эффективную, дешевую технологию производства энергии, он получит огромное преимущество. Это будет игра с гандикапом. Почему в России, если вы утверждаете, что технологии дают такие преимущества, вам не дают институт, вам не выделяют средства и так далее? Интерес Америки затормозить другой стране, я допускаю. Может быть, он действительно есть. Может быть, не только Америки. Может быть, Китай есть кого-то еще. Нет, Китай готов работать хоть завтра. Любые деньги. Хорошо. Почему это тормозится? Это тормозится по той причине, еще раз повторяю, потому что эта технология имеет преимущество, имеет, так сказать, военные и инспекционные приложения. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что при наличии этой технологии штаты становятся, им в любом случае придется урезаться, ведь штаты потребляют сегодня 40% энергоносителей. энергоносителей. Поэтому, будет эта технология, не будет, но ведь электропроизводство – это всего лишь 12% в общем балансе. Им в остальном придется поджаться. В любом случае. И для них это крайне тяжелый процесс. И это является основной причиной. То есть нефть, газ и так далее. И никуда от этого не деться. Ведь в том, чтобы сегодня затормозить штаты, заинтересованы практически все. Вот я вам просто приведу очень яркий пример. Значит, меня в ГИМО пригласили на круглый стол. Ну, там всякие глупости говорили, вектор энергетика, всякую ерунду. А я сказал, что основной вопрос сегодня стоит в том, что Китай потребляет одну тонну условного топлива на душу населения, а американец – 16. Так посольский немец высокопоставленный меня поправляет и говорит, нет, штаты потребляют не 16 тонн на душу населения, а 20 тонн. Я говорю, спасибо. Он меня спрашивает, а в чем же вы видите все-таки выход? Я говорю, в том же, в чем и вы. Уничтожение социально-экономической системы Соединенных Штатов. О, договорились. Он опустил глазки и ничего не возразил. То есть, Европа. Немцы потребляют, как он сказал, а он мне сказал еще, а мы потребляем только 4-5. Игорь Николаевич, все-таки сотрудник посольства – это не вся Европа, это немножечко некорректно. Вы провели параллель, позвольте заметить. Это вся Европа. Я вас уверяю в том, что сегодня и действия Штатов по подавлению Европы по многим пунктам, именно с этим связано. Сегодня вся Европа тихо мечтает. Представляете, какой резерв во времени получит человечество, если американцы перестанут потреблять 40%. Об этом тихо мечтают все. Но пока американцы доминируют в военной области. А доминируют они, в первую очередь, благодаря авианосцам. И чтобы их защитить, вот эту технологию распространить широко, нельзя. И она блокирует. Блокирует. Хорошо. Давайте я попробую подойти к этому вопросу немножко с другой стороны. Я не верю, и тому масса доказательств, что великие изобретения составляют удел одной страны, или одного человека, или одного творческого коллектива. Есть такой дивный писатель, Джаред Даймонд. Он написал такую идеологию географического детерминизма. Его самая знаменитая – «Оружие микробы и сталь» книга, где он пытается дать ответ на вопрос, почему у одних стран все, а у других ничего. И он очень убедительно доказывает, что когда мы говорим «открытие такого-то», это мы очень условно его называем. На самом деле, открытия, вот они дублируются природой, как бы природой все дублируется. Если вы что-то изобрели революционное, то с вероятностью 99,9% то же самое чуть раньше, чуть позже будет изобретено в другой части света, потому что сейчас мир стал глобальным, быстрым, и обмен информацией никак не запретишь. Если ваш коллега Богомолов придумал такой замечательный, назовем его, портативный ускоритель, значит, с вероятностью 99,9% завтра или послезавтра он будет изобретенно построен в Китае, в Корее, в Японии, в Америке, во Франции, в Германии, не знаю, где еще. Конечно, и никто с этим не спорит. Более того, Лос-Алама сейчас гонит без всяких патентов этот ускоритель со страшной силой для самолета. У нас даже фотографии того, что они делают. Они гонят, достаточно произнести одно слово, ускоритель на обратной волне, и в современном мире больше ничего не нужно. Все остальное быстро посчитают и сделают. Это абсолютно естественно. Это сделают. С точки зрения военных применений есть еще одна штука. Ведь все в мире предусмотрено, и все сделано так, как надо. Носитель этот есть только у России. Конструктор КБ Антонова в Киеве, а производство Ульяновск. И этот самолет такого класса, это создавать достаточно долго. Ну, значит, как показывает опыт, это лет пять. Это шесть с половиной метров фюзеляж. Широк фюзеляжный самолет. Он единственный в мире. Он, естественно, есть только в России. Все, на чем мир может выжить, только в России. Больше ни у кого нет. Но в одиночку мы уже этого не успеваем. Полное ощущение, Роман Пелевина новый читаю. Нет. Честное слово. А в данном случае это абсолютная истина. Все находится только здесь. И дело в том, что времени осталось буквально два года. Вы начинаете отвечать на вопрос, который я вам еще не задал. Да. Если вы утверждаете, что даже разработка самолета величины размеров класса Руслана в технологично развитой стране займет пять лет, значит, то, о чем мы сейчас говорим, если вы правы в том, что эта технология действует, то, о чем мы говорим в вопрос времени, не интересует. Если ничего не будет происходить в России, с какой степень вероятности и в какие сроки эти технологии будут созданы в Штатах или в какой-то другой стране? Вероятность ноля, потому что кризис произойдет раньше. Кризис какой? Кризис. Штаты будут уничтожены. Ну, конечно. Это кто только не пророчил за последние истории. Так это вот в том-то и дело кто-то, а это я пророчествую. Так из-за чего же? Это две большие разницы. Вы имеете в виду какой? Финансовый? Наркетический? Дай бог, чтобы финансовый. А гораздо хуже по сценарию Сахарова. Когда я был в Китае и рассказал о Сахаровском сценарии, они мне сказали, идет у нас такая разработка, называется тайфун. И когда я начал об этом говорить, Северная Корея, по моим оценкам, сегодня примерно 40 стран могут сделать такую бомбу, которую опустить где угодно. Северная Корея объявила, что она такую бомбу сделала. Информация висела полдня в интернете. Это где же? На каком сайте она провисела? Я не помню. Могу дать вам ссылку. Ну, Северная Корея много чего заявляет. Хотя, должен сказать... Они заявляют устами Китая. Нет, должен сказать, что Румянцев, имя которого... Понимаете, все дело в том, что... Он говорил, что есть страны, и все знают эту страну из Латинской Америки, которая обладает ядерным оружием, хотя не заявляет... Понимаете, все страны, на территории которых есть атомная электростанция, способны сделать такую бомбу. Это крайне примитивная технология. Трудно сделать боеголовку компактную для ракет. Это трудно. И средства доставки. Да, и тем более средства доставки. А эту дуру, которую подцепить куда-нибудь и опустить с часовым механизмом, ну, никаких проблем нет. Нужно 20 килограмм плутония, здоровый мешок дейтерида лития шестого, и тонны 2-3 отвального урана, и все. У нас сейчас раздастся звонок. Нам скажут, что мы тут устроили поваренную книгу террористов в эфире, с картинками практически. Игорь Николаевич, вы все-таки ушли от ответа на вопрос, почему это в Америке разразится кризис? Да не кризис, ее просто уничтожат, не надо. Да кто ж ее уничтожит? Да кто угодно. Я не знаю, Буркина, Фасо, либо Франция. И вы хотите сказать, что поднимется эта волна, библейская до небес, Америку смоет, а все остальное уцелеет. Так ведь Сахаров-то писал о том, что, к сожалению, созданная им штука такова, что способна много раз увеличить землю, уничтожить землю. Нет, нет, нет. Нет, он не это имел в виду совершенно. Эта речь шла, если будет ядерная война с взаимными бросками. А это подводный взрыв, взорвут, выкинут волну, и все остальные даже не заметят. Да как это? Вы хотите сказать, какая еще раз высота волны рассчитывалась? Направленный взрыв в институте Жукова, который в Люберцах, они выгоняли волну до 1200 метров. Ну, это в теории, потому что в реальности кто же ее 1200 метров выгонит. И вы считаете, такая волна пройдет, вот может пройти направленно по территории США, а все остальное человечество этого суперцунами даже не заметит? Ну, естественно, потому что эта волна направлена, а если просто взрыв, там волна существенно ниже. Но для Нью-Йорка, Вашингтона вполне хватит. Ведь слабость Штата в чем? В том, что у них очень много чего на берегу. Вот, и у Китая, кстати, почему вот это идет? У них соревнования, американцы лезут в этот регион. Вот долбанули этот южнокорейский корабль ради провокации, чтобы влезть туда с военными силами. Им нужно влезть туда, потому что Китай тоже уязвим чрезвычайно. У него вся промышленность на берегу. И этот сценарий для него точно так же страшен. Ведь уязвимые какие места? Это Европа, это Штаты, это Китай, это Япония, это Персидский залив и Иерусалим. Иерусалим арабов от такого взрыва защищает, гора, которая идет после Тель-Авива. Там сравнительно небольшой взрыв в Тель-Авиве нет. Проще Панерепы. И это сегодня самое страшное. Об этом я в своей книге даже этот сценарий не употребил. Потому что страшно. Я о нем стал только говорить после того, когда провели испытания в Индийском океане. Мне с самого начала было ясно, что это взрыв. Я поэтому о нем сказал. А сейчас уже говорит масса народа об этом. Фалин об этом рассказал. Что эти вещи детально обсуждались у нас в политбюро. То есть сейчас масса людей уже об этом говорят. То есть, так сказать, идея пошла. Она овладела массой. Ну, скажите по срокам. То есть два срока. Первый, когда произойдет конец света. Я думаю, что до того, как штаты создадут систему инспекции. Ну, по срокам это когда? Ну, я думаю, что именно разработку этой системы. Ну, всю физику мы им передали. Я думаю, что им нужно 2-3 года на создание этой системы. Но в пределах этого времени... То есть вы говорите сейчас о вашей системе? Или о чем? Да, вот о системе инспекции. В результате которой они смогут контролировать свое побережье. Чтобы там такие штуки не возили. Это примерно 2-3 года на развертывание этой системы. Китай не позволит им это сделать. Потому что в группе, которая работала в Дубне над этой проблемой, был один человек, бывший директор института в Соснах, белорусской. Он специально там работал. А он основной консультант Китая по ядерным делам. Он консультировал, в частности, строительство реактора газоохлаждаемого в 30 километрах от Пекина. Я на нем был, на этом реакторе. Он специально там работал. Вся информация, все, что передано американцам, передано и китайцам. Так, замечательная совершенно история. То есть у нас есть 2-3 года. Ну, хорошо. Если этого страшного подводного взрыва не произойдет, как быстро американцы создадут ваши технологии, построят свой ускоритель Богомолова? Ну, вот они, я думаю, что им потребуется на это 2-3 года. Чтобы создать такую систему. А одно с другим увязывается. Они сейчас ее гонят в Лос-Аламосе. Хорошо. Тогда, пожалуй, последний для этой программы вопрос. Представьте себе, что такие энергетические установки созданы во всех странах. Ну, я не знаю. То есть, вот по делению урана 238, энергетика. Да. Было бы очень хорошо. Но это хорошо только для первой половины века. А дальше проблемы еще больше. Это каких? До конца века еще больше. От каких? Все надо считать. Вот я в жизни был воспитан так. Мы прожили достаточно тяжелую жизнь. Поэтому я привык считать всегда все до конца. И дело заключается в том, что с середины века надо уже будет внедрять ядерно-космические технологии. Потому что безграничное тиражирование энергетики на Земле невозможно. А в принципе, современные схемы развития цивилизации тоже неприемлемы. Потому что простейшие соображения. Через полторы тысячи лет, если по такой же технологической схеме происходит развитие, биомасса людей станет равна массе Земли. Что, очевидно, невозможно. Поэтому должны быть принципиальные изменения. Что там делать? Я знаю, что надо делать. Но это уже специальный разговор. Это, так понимаю, вы напрашиваетесь в гости на еще одну. Да, если этого... То есть, энергии оттуда будем брать? Нет. Это первый этап. То есть, космические вещи – это вторая половина века. Ядерно-космические технологии. Они, опять же, все в России. Никто. То есть, остальных вообще можно не обсуждать. Этого не сделали даже американцы. Ядерные двигатели и ядерные установки космические есть только в России. Больше нигде. Что, и в Америке нет? Нет. Америка... Помните последний инцидент? Я тоже орал, орал. Никто не захотел раскрутить. Когда они сбили свой дурацкий спутник и посыпали всех плутонием-238 радиоактивным. Я только фотографию увидел. Не обращал, к сожалению, раньше внимания. Один... Американцы отнекивались от этого дела. Один англичанин, любитель, его сфотографировал и выложил на сайте. Я только увидел эту штуку. Я сразу понял, что там очень много плутоний-238. Это альфа-активный материал, близкий родственник полония-10. Поэтому, если бы кому не повезло, глотнули быстротечные раки в последнее время. Наверняка связаны с этим. Например, Янковский. Поэтому, понимаете, у американцев ничего нет. Да. А мы уже в одиночку тоже не сумеем сделать. Я понял. Мы уже тоже можем сделать только в союзе с Китаем. И вообще лучше всего со странами. Здесь мы уже ушли в такую плотную геополитику. В более... Игорь Николаевич, спасибо вам огромное. Дамы, господа, я должен сказать, что моя шуточка по поводу скорого конца, точнее, возможного конца света в одной отдельно взятой стране, которая, признаюсь, была, конечно, фигурой речи. Мне хотелось верить, что элегантная. Вот выглядит такой уже не фигурой речи, а довольно реальной реальностью. Если вы считаете, что все, о чем мы говорили, и атомная электростанция будущего, которая будет построена на очень коротких, умещающихся в самолет, по крайней мере, в Руслан, ускорителях, и волны направленного действия высотой 1 километр 200 метров, если вы считаете, что это полная фантастика, ну что ж, видимо, вы будете просто спокойнее спать ночью. Но если бы кто-нибудь нашим прапрадедушкам, прапрабабушкам сказал, что одна небольшая бомба, по размеру, конечно, может уничтожить гигантский город и даже целую страну, они бы точно так же не поверили бы, как верите вы. Поэтому на этой планете, не только в России, на этой планете нужно жить долго. Вот тогда вы, вероятно, и поймете. Был и прав Игорь Николаевич Острецов, один из разработчиков новых энергий, бывший член, как это правильно называется, комиссии по модернизации в президенте России, доктор наук, профессор. Игорь Николаевич, спасибо большое, что вы были в нашей студии. Меня зовут Дмитрий Губин, вы смотрели программу «Наше время». Оставайтесь на канале «Совершенно секретно». Оставайтесь на канале «Совершенно секретно».